Очень много моделек всяких разных. Мы на Карусельке доехали. Вот здесь, наверное, сейчас начнут с нас драть бабло. Здравствуйте. То есть вы не отдыхаете, да? Ты что, уже плаваешь там? Тебе не холодно? Нет, смотри. Так, Насюха полезла, Денька за ней. Красотка! Что ещё вещь? Всем привет, мои хорошие! С вами Селена, с вами начинаю новый влог. У меня эмоционально-гормонально повышенное состояние сегодня, поэтому я целый день не снимала видео. Что-то я куда-то бегу, спешу, собираюсь, ничего не успеваю. И в итоге, ладно, мы уже приехали к логопеду, там 8 минут до занятия остались. И я думаю, так, пора начинать влог. Супернервный. Нет, я вам нервы свои показывать не буду. Я буду показывать, что мы сегодня будем делать. Сейчас мы идём с Денечкой к логопеду. Сегодня я уже его... Скажи всем привет. А что за грудь, печаль в глазах? Сегодня я одела ему маечку, чтобы были плечики открыты, чтобы загорали. Кепку это выбрал он, которую в прошлом году я ему брала, а не захотел зелёную одевать. Так что у нас немножечко не подходит всё по стилю, по цветовой гамме. И сегодня мы поедем за сандалиями. Сейчас он с логопедом позанимается. Я пока посижу, попью что-нибудь, не знаю, охладительный напиток какой-нибудь. И потом мы едем в торговый центр, покупаем ему сандалии. Потом, возможно, поедем на фонтан, если будет время ещё. Или уже сразу с торгового центра поедем домой спать. А завтра... Вообще думала, что, наверное, завтра нам получится на солёное выбраться, по песочку погулять, дынька, чтобы порезвился. Вот. Укладка у меня, как... А, ну, вы видели уже в прошлом видео, наверное, да, укладочку я сделала. Вот. Классно всё так. Мне нравится. Такая вся звезда, звездёныша. Ладно, пойдёмте. Рыбка моя тут любит по травке гонять. Да не побежали, сейчас Ирина Витальевна придёт, а тебя нет. Пошёл. Растёт пацан, всё самостоятельно и самостоятельно. Уже скоро мама не нужна будет. Кто-то говорит, не лезь в мои отношения. Не лезь в мою жизнь. А я и не буду лезть. Постараюсь. Чё, ты такой маленький, что дверь не открывается? Смотрите, опять в нашем фитнесе что-то новенькое появилось. Фейхуа. Какой-то напиток, который обогащён магнием. Ну, просто такое ситро типа с магнием. Ну, и мой любимый, как анут. Приехали в Мегу. Я смотрю, здесь какие-то новшества. Смотрите. Прямо на центральной аллее продают у нас рыбу. Ооо, такая аппетитненькая, глядя, копчёная. Чавыча. Чавыча? 2000 рублей килограмм чавыча. Такая рыбка. Ой, боже, как это красиво. Белая рыбница. 2200 килограммчик. Обалдеть, короче. О, хлеб. Ну, короче, всё понятно. Что-то тут новенькие преображения. Мы идём за сандаликами первым делом. Потом блинчики любимые кушать. Так, мы зашли в наш катофей, короче. Выбрали вариантик сначала вот такой вот. А, это у нас закрытый нос. Точно же, да? Закрытый нос. А скажите ещё, вот, мы вот такие брали? У нас в садике мы в таких ходим. Почему на них скидка? Это просто на модельку это или что? Так, нет, потому что они одни вообще остались. А, размер 1,25. Да. Ясненько. Вот она. Не везу-ка. Ладно. Так, и мы вот эти вот. Очень много моделек всяких разных. Мне вообще нравятся вот такие. Но мне кажется, что пока что нам нужно ещё пятку поудерживать. Поэтому я смотрю с закрытой пяткой. Вот. Но мне кажется, может быть носики пусть будут открыты, пальчики. Сейчас посмотрим. Короче, выбираю. Вот ещё мягенькая тоже моделька такая. 3,200 стоит здесь. 3,190. Вот мягенькие. Вот они мне нравятся. А вот эти уже не... А, тоже мягкие, слушайте. Ну, цвет прикольный. Вот такой в зеленцу. Морской какой-то. Мягкие. Тут пожёстче чуть-чуть. А вот эти ещё жёстче. Может, наоборот, ему жёстче надо, чтобы он их в хламину не убил. Это детские какие-то и жёсткие, кстати. Что-то мне нравится больше вот закрытый носик. Как выглядит. Не топчись. Вот так. Да? Они как-то смотрятся поинтереснее. Ну, и, может быть, пальцы целые будут. Я, конечно, переживаю, что опять вот это вот как на кроссовках убьётся. Ну, зацепь пальчики, да, так. Ну, по цвету эти подходят лучше. Да, вот эти возьмём. Панамку вот смотрим ещё. Только это большеватая тебе. Это для больших мальчиков. Посмотрите, вам поменьше. Ну, что-то такое было бы прикольно. А я ещё не знаю, папа. Нет, не знаю. Отправляемся куда с тобой? В поход, да? Вот такая прикольная. Слушай, Дэн, давайте панамку найдём тоже какую-нибудь. Давай. Дэн, я выцелонял очки. Ну, одень, покажи хоть очки. Они какие-то прикольные, гнутся. Давай, покажу. Дай покажу, как гнутся очки. Дэн, дай очки посмотрю. Вот гнутся, видите? Короче, неубиваемые, типа. Так, присели. Я взяла себе сырники с малиной перетёртой. И какие-то сливки мне дали. Дэнки его любимый блинчик. Что-то мне здесь подогрели. Так что, что это, это, поплавилось всё. Это у нас мохито с клубничкой. С собой возьму. Вот. И я, короче, у меня вообще аппетита, если честно, нету сильного. Так взяла чисто, чтобы просто не сидеть с Дэнкой. А у меня дома офигенные перчики харшированные. Мы вышли из торгового центра. Слышу музыка. Вот там что-то какой-то концерт идёт возле Мега. Народу куча, гляньте. Пойдём посмотрим. Мы на Карусельке доехали. Тут так облагородили вот это место. Вот на другой стороне. Здесь есть пруд. Здесь рыбы. Только что проплывала красная рыба большая. Здесь такой мостик красивый. Всё светится. Мне кажется, вечером очень красиво. Не, мы не домой. Гуляем. Не хочу домой. Вон она рыбка, смотрите. Вон она рыбка. Видишь, глянь, рыбки дай. Большая и маленькая. А вон там у нас что? Лотос и скоро расцветут. Там водопад вообще. Пойдём на водопад посмотрим. Давай. Красивенько. Короче, здесь так стало всё. Короче, здесь такая дорожка, а вот там это всё дело лабиринты. Я не знаю. Сейчас подниму камеру. Видно, не видно? Такие лабиринты. Денька мне сделал просто невероятные фотки. Я не знаю, как у него так получается. Я даже порой не попрошу кого-нибудь меня сфоткать. А пусть вот он сфоткает. У него, ну как бы, не всегда получается, конечно, да? Но нет. И когда он сфоткает, то есть даже если он 10 раз сфоткает, одна точно бомба фотка получится. Ну вот просто, чтобы вы понимали, фотография, да? Чутка её обработать, и я просто бомба здесь. А вот фотография спонтанная, где я сижу. Просто смотрите, как идеально ножки лежат. Всё так суперски. Я не знаю, как. Это он с первого раза причём сфоткал. А, нет, вот со второго, с третьего. С третьего раза. С пирожкой с капустой. Да это же бумажки. Не гонят. Бэм, что ты даёшь? Стоит только подключить фантазию, и они сразу превратятся в самые настоящие вкусные пирожки. Нет, как это нет. Нет? Ну пожалуйста. Нет, они мои. А ну стой, я не с... Короче, долго мы на концерте не просидели, там столько детей, Денька захотел посидеть. Садимся, все дети закрыли нам обзор, короче. Он говорит, пойдём домой. В итоге по дороге домой нашёл вот тут качельку, площадку ещё одну. Такую вот спокойненькую. Покачай меня, говорит. Всё, накачался? Да. Вот. Фух, слушайте, вроде бы ничего вообще не делали, не бегали. Так что вы там просто ходили, просто сфоткались туда-сюда, на лайте. А вот сейчас села в машину и понимаю, что я устала. Наверное, от того, что там, ну, когда в таких людных местах устаёшь концентрироваться, ребёнок всё время туда побежал, туда побежал. Там вода, там он что-то камни кидает, там он, блин, кого-то толкнул, там этот тут убежал, блин. И вот, видимо, вот эта вот концентрация всё время, знаете, просто устаёшь уже. И шумно там, конечно, шумно, много детей, всё такое. Я ещё села в машину, такая тишина, никаких криков и просто, знаете, такое сразу. Да, вот так бывает. Короче, прикольно отдохнули, фотки классные сделали. Хорошее местечко, можно здесь приходить, специально даже гулять. И даже в будний день, я думаю, знаете, так поспокойней. Всё, едем домой. Сегодня, кстати, с братом созвонилась уже, собираемся завтра на озеро поехать. Вот, на котором давно не были уже. Вроде Кристинка говорит, облагораживает там, недалеко от неё. Вот, короче, поедем, наверное, вместе. Только мы ещё не определились, в какое время мы поедем. Он говорит, надо с утра ехать, там, до часа, типа. Я говорю, а у меня, может быть, массаж в 12 часов. Я, получается, ну, как бы в час, допустим, это рано ехать, да, там, пекло, блин. Ну, после трёх бы я вот так вот поехала бы, может, даже к четырём где-то. Я говорю, а рано этого сколько вставать, чтобы я успела на массаж в 12 и как-то целый день свободен. И что делать целый день? Как раз вот день хочется как-то так провести, интересно. Ну, он говорит, ладно, посмотрим ещё во сколько ляжем сегодня, как сегодня вечер будет проходить. Может, и правда, выспаться захочется, а потом поедем. Так что мы на связи. Моя лук дня. Достала свой любимый костюм. Слушайте, удивительно. Он мне в каком-то году уже надоел, а в этом одела. Я думаю, ляговый классный, надела. Вот реально он классный. Костюмчик сзади. Я его покупала в магазине «Пять карманов» называется. В торговых центрах такие магазины. Всем доброе утро. Не показала вам вчера сандалики. Такие вот. Кожаные полностью. У нас подъём высокий, поэтому нам удобно, чтобы здесь всё регулировалось. Залазила ножка туда-сюда. Короче, на лето ему вот здесь по улице вот в этих ходить. Потом взяла очки. Сейчас покажу в очках. В такой коробочке. И ещё вот такая вот ленточка. Можно надеть на очки. Сейчас пытаюсь... А, поняла как. Всё, поняла. С очками мы сегодня спали. Даже. Такой за 290 чехольчик купила. Там один вид был для мальчиков, один для девочек. Вот такие очки. Они необычны тем, но чем они мне понравились? Тем, что они вот, видите, гнутся. Вот здесь гнутся. Везде, короче, гнутся такие они. И у них какая-то полемизация там прикольная. Вот видите, как они гнутся вообще. То есть не сломаются, ничего. Ну и для глазок хорошо. Очки 750 рублей стоят. И вот к ним идёт ещё вот такая штука. Сейчас я одену. Вот так вот, кстати, одела. Прикольненько. Не должен потерять. И за ушками будет, может быть, даже лучше держаться. Вот. А чуть что сложили и положили, чтобы не потерять. Я себе вчера взяла новый кофе. Это был кофе, кстати, за 560 я его взяла. Он был с дополнительной скидкой. Всё вместе. Получилась у меня скидка. 10% и 10. 20% получилось. Короче, за 560 я взяла его. А на следующем месяце будет ещё какой-то кофе дня. Оказывается, у них каждый месяц какой-то кофе месяца. И у нас дополнительная 10% скидка. У меня своя скидка 10%, плюс ещё дополнительная. Ну что, мои хорошие, долго ли, коротко ли. Собрались мы, в общем-то, на пляж. Долго думали, куда поехать. На Дон или на Солёное озеро. В общем, Виталик с друзьями, они собрались на Зелёный остров поехать. А я говорю там... Сейчас покажу, будем ехать. Там через речку, через Дон, такой мост, знаете, понтон такой деревянный. И раньше спокойно ездила. А сейчас, говорю, блин, там такой мост шаткий. Посмотрела видео всякие разные. Я говорю, боюсь. Он такой, блин, как ты живёшь, сестра, на этом свете? Я говорю, да вот так вот, со страхом. И, в общем, они туда приехали. Он говорит, смотри, от чего ты отказываешься. Прослала мне видео. Точнее, не видео, а по видео созвонились и показывают. Там всё так благоустроили. Скорее хочется туда поехать, посмотреть. Они уже там. Вот мы выезжаем. В общем, выехали. Едем. От дома мне вообще ехать 8 минут. Туда очень близко находится. В общем, вся в предвкушении, что там по нас строили. Взяла крем защитный. Теньки, водички взяла. Такой перекусить. Пару бананов, пару яблок. Я думаю, в принципе, там будет продаваться всё. Я вообще голодная. Вот. Потому что мочи. У меня вообще какое-то такое ощущение, что я что-то забыла. Забыла поесть, да? Да, что-то как будто я забыла, что-то не взяла. В общем, вот так мы спускаемся. Что с моим голосом, бля, слышите? В общем, вот так мы спускаемся. Вот уже впереди там мостик, дорога, я вижу. Ой, я здесь так давно не была. Вообще, я помню, что эти места такие ещё с родителями мы ездили сюда. Пешком вообще ходили. Вот с мамой, я помню точно, Виталька. Я вот один из дней, я помню, что мы вот так спускались. Мама что-то там брала с собой, что-то покушать. Покрывальчики какие-то, полотенчики. Мы спускались сюда пешком. Мы на автобусе доезжали до остановки. Вот 29-я линия здесь. И вот такой вот фотосессия там. И вот так вот мы шли пешком. Переходили вот эту вот железную дорогу. Так, а вот здесь, наверное, сейчас начнут с нас драть бабло. Хотя вроде нет. У меня даже на навигаторе денежка нарисована там. Ну ладно. Так, что тут? Не по одной машине едут все подряд. Вот я за этот вам говорила, девочки, мостик. Что я немножечко его боюсь. Но Виталик сказал, что он в хорошем состоянии. Типа, не бойся. А вот смотрите, тут две полосы и очень много машин. Здесь рыбу ловят у нас. Вот смотрите, вот так выглядит. Опа. Да, я помню вот эти вот. Мне все время нравились эти. Нароли вообще много. Баржи стоят. Ну да. В принципе, мост такой. Железный, крепкий. Денька был здесь когда-то, маленьким совсем еще. Сейчас вот так более осознательный возраст. В первый раз. Смотрите, на великах он катается. Вон рыбу ловят. А, нет, рыбу. Вон. Нет, где-то тут ловили все время рыбу. Так, впереди там должна быть уже эта парковка. Он меня скидывал. В общем, вот там где-то мы сейчас будем купаться. Вот, видите, рыбку ловят. Пока не очень, да? Ну, как бы вид нормальный. А вот там, где камушит, не поймешь, где мы будем купаться, да? Сейчас все покажу, покажу. Так, все. Теперь надо найти эту самую. А, вон она парковка огромная. Вот уже. Оля, аллейка. Вот не... А, нет, была. Я уже когда фотосессию... Мы здесь есть фотосессию на заброшенном этом делали. Аквапарк заброшен. Видимо, он не пошел. И его забросили. Так, все. Паркуемся. Видите, да? Надо найти местечко теперь. Ну, в общем, все. Мы припарковались. И пошли искать Виталика. Вот там все облагорожено. Так, это же надо найти, найти, найти. Пойдем. Так, Кисенька, пойдем сюда, давай. Пошли звонить. Деня крутой в очечах, да? Кепку снял, очки. Вышли только, говорит, так, два очки. Кепку не надо. Такого. Не брошу ли. Короче, красивенько здесь, смотрите. Облагородили все. Бразы мой не отвечает. Наверное, купается. Сейчас придется вот так вот идти внимательно смотреть. Благо, вроде тут небольшой этот остров. Я думаю, найдем. Их толпа еще большая. Так, поближе еще вот смотрите. Вот так вот у нас здесь. Здесь можно играть. Пионербол, волейбол, футбол. Так, Виталик нас увидел вперед. Занимается. Сейчас, Денечка, давай здесь, Виталий, поздороваемся и пойдем плавать. Здравствуйте. То есть вы не отдыхаете, да? Вы все равно работаете. А где вы все? Привет. Привет. Слэмпис, да? Здорово, таракан. Здорово, таракан. Ты же Виталий, а я хочу купаться. Здорово, здорово. А где Настя? Видишь, где Настя? Пойдем, она в воде там. Пошли. С Настей купаться пойдешь. Где? Ты что, уже плаваешь там? Тебе не холодно? Прохладненько чуть-чуть. Ну давай, сейчас мы придем. Все полтора уже купаешь. Да? Давай, раздевайся. Ну что? Пошел? Рук добыли. Вон Настя. Пойдем. Здесь немного вначале ила. Рядышком. Далеко не иди. И рот закрывай. Вода грязная, видите? День, далеко не плыви, чтобы я тебя видела. А мне страшно. Всем привет! Привет! Блогер Настя здесь, да? Настя! Смотри! Ой, ты ныряешь в этой водичке? Молодец. Ты все детство купалась, но не на страшно. А тут самая еда какая-то. Слушай, это было сколько лет назад? Вода за 20 лет? Течение. Это ж не озеро теперь. Тут все стыхает. Ты наканулась, копись, а вошло. Мне кажется, здесь столько всего скидываешь, что здесь, знаешь, течение на букву Г. Вот, поздно, на эту. Что это? Вот отсюда? Это что? А что это? Это ЖК. А чьей это ЖК? Это, наверное, Красная Оксай. Красная Оксай. Расстрою. Вот оно и течет. Ге всякое. Деньке нравится. Короче, Денька в кайфе. Настя. А Настя сейчас... Отстань! Она уже взрослая такая. Денька ей моложе, мне кажется. Настя, да. Особенно в компании взрослых, я замечаю, она такая главуха вообще. Да не надо. Не надо ему этого. Это он сейчас начнет повторять. Глотать. Глотать воду эту хапку. Блин, надо пойти взять. Все в багажнике есть у нас. Девочки, дождь пошел. Представляете? Дождь. Купаться под дождем. Ой, я помню, мы как-то под ливнем купались весь. Ты помнишь? Теплая вода была. Самый кайф, да. А вот наш обезьянчик кушает бананчик. Да? Да. Я вам, девочки, показала красоту, да? А вот теперь показываю. Утром не было этого давно. Утром не было, да? И обратную сторону. И обратную сторону. Вот здесь как бы, не знаю, с мусорками беда. Просто все мусорки переполнены. Ну, толкашня. Ну, толкашней, да, много. Короче, мусорки вот так переполнены. И даже уже образовываются просто горы возле, допустим, дерева. Вот там, где мы сидим. Недалеко прям свалочка такая мини. Вот это, конечно, не очень хорошо, что здесь вот над этим не думают. Либо быстро надо все это дело убирать, либо все-таки, чтобы люди с собой, вот Виталик говорит, забирали мусор весь. Вот. Ну, нужен контроль нашему народу, похоже. Иначе никак. А здесь уже пустыли. Не, ну люди оттуда шли. Ну, самый первый из банды видела, там вокруг него еще, блядь, три-четыре. Да, да. Здесь уже все, почти дошли он уже. И главное, бутылки алкоголя вот в основном прям торчат. Ну, и обычные бутылки из алкоголя. Наверное, вот кто выпил, уже им пофигу. Они бросают сверху пивко и все такое. Ну, кто на маршрутке приехал, тому понятное дело, тащить с собой смысла как бы нет. Ну, да. Только на тачках закинули в машину, вывезли наверху стуну. Ну, да. Согласна, бразы, согласна. А мы идем все вместе за жилеткой. Я забыла жилетку взять. Деньке в машине. Вот мы сейчас идем. Ага. Здесь вообще, да, клево. Вот это вот просто переехал, не купаться, ничего. На травку бросил. Вон, с гараж. Короче, жилет, в котором купаться. Иди попрыгай тоже. Иди. Ну, еще иди попрыгай. Виталька раскидывает детей в разные стороны. С этим кругом хоть можно не бояться, а то я вообще на нервах была. Это у нас круг, который давно мы покупали. Он специально для обучения плавания. Такое все. И он там подкрепляется со всех сторон. Ну, не выпадешь из него. И ныряет он в нем, любит. Давай. Не, смертельный не на. Лайк. Лайк тебе. Виталя там бицуху забивает. Я поняла. У него тренировка там. Бицуху забиваешь. Нет, не уплывай. Страшно ли? Они нападают на него. Лучшие американские горы. Ну, и что? Ситуация такая. Мы взяли кукурузу. Дождь забодал фигачить. Но Деньга наплавился от души. Сейчас, короче, мы едем домой. Время без 23. Без 25. Сейчас мы едем домой. Искупаемся. Приведем в порядок. Посушимся и, может быть, еще куда-нибудь отправимся. Посидеть, погулять. Но уже не на улице. Потому что на улице дождь. Кукуруза фантастическая. А вообще, хотела сказать еще, знаете, я такая придираюсь. Типа там вода, не вода, грязная. Правильно Виталик заметил, что мы малые были, когда уже тогда всегда говорили, что давно грязная вода. Я вот помню, что да, мы на дом купаться, на дом купаться. И всегда взрослые в основном такие, типа грязная вода, грязная вода. Но в нашем окружении именно мало кто так говорил. Все ходили на дом и купались, да. Но в целом всегда слышалось, что дом типа грязная вода, а вот озеро там почище, да. И как бы ничего не изменилось. Молодое поколение спокойно себе купается. Им пофига вообще, грязная, не грязная. Хоть мы уже деди, они такие. А взрослые уже такие, там что-то грязное. Сливается, не сливается. Когда молодые, мы об этом не думаем, правильно? Куда что сливается? Ну, как бы, ну, может быть и думаем, но не сильно задумываемся, чтобы там не ходить куда-то. Вот. Но в целом хорошо провели время. Тепленькая водичка была. Денька от души накупался. Я ему как бы не запрещала там нырять и так далее. Вот. Единственное страшновато, вот в реках, водоемах, я привыкла, что мы все время, этот бассейн, да, у нас. И вот этот водоем, как бы, он чуть дальше отходит, а я уже не знаю, какое там дно, покуда ему, да, и насколько он зашел. А я там зайти не могу глубоко. Вот. И, короче говоря, такие дела. Было немного страшновато мне. Ну, когда Виталька там был с ними, он контролировал, чтобы они дальше там не заплывали, где он. Тогда было не так страшно. Вот. Конечно, в бассейнах безопаснее, и вода прозрачная, и как бы водоем небольшой, и глубина контролируемая. Такие дела. Ну что, мы искупались, созвонили с братом. Прошло 40 минут. Мы решили поехать в торговый центр. И так как на улице дождь продолжает идти, мы решили поехать, и там в торговом центре есть детская. Мы закинем, пусть там резвятся, пока не надоест. Ну и покушать там можно вкусно день. Ну что, мои хорошие, мы приехали в торговый центр. Я еще Аленке позвонила, она тут недалеко живет от торгового центра. Говорю, приезжай к нам. Она сейчас в оризонте. Кстати, я тебе не говорила, Аленке позвонила, она что-то недалеко живет. А они в горизонте сейчас. Она говорит, ну если успеем, если не... В горизонте там, тут рядышком. Ну да, все рядом здесь, вот. Короче, что, мы наверх идем? Эти все помылись, нарядились, красота. Все в пупырках, ну да, 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 все в пупырках. Вообще, какие пиздители. Ой, это, ты видела, ты видела? Слушай, я как Дэнни разговариваю. Ты видела у этой, у Настюхи эти? Такие жаре щеки придавили. Как эти из мультиков каких-то, когда у них... Аниме, да? Что тебе, он нужен, что ли, большой? Нафиг он нужен. Они быстро из моды выходят. Так, идем наверх. Так, вот сюда мы ведем деток, трим-парк. Здесь мы Тимура отмечали день рождения. А я что-то не узнаю, потому что мы... Ой, как небо красиво. Потому что мы с другой стороны заходили. Тут народу было много. Хочешь туда? Ну все. Пойдем. Пойдем, пойдем. Короче говоря, сижу я вот тут, вот на таких диванчиках. А Дэнни с Настей куда-то ушуршали. У меня нет носков. И меня не пускают. Здесь все должны быть в носках. Я Дэньке взяла носки, а себе... О, вот они. А себе носки не взяла. Короче, Настя за ним присматривает, а Виталя... Пошел носки покупать мне. А я тут сижу, как бы... Я вообще должна его сопровождать. Давай еще. Дэнька, Настя тут! Дэнь! Красотка! Что еще у вещи? Ой, красота! Гимнастка! Уй, встала! Молодец! Шпагат садишься? Какой умеешь? Обалдеть! Ну ты звезда у меня. Дэнька. Вон Дэнька тебя нашел. Аккуратно, Дэнь. Дэнь, как Настя. Ударил, да? Дэнь, смотри, как Настя. Можешь так? Давай. Молодец! Ты по-своему делаешь. Главное, делает. Вот это колесо! Да. Новый, новый. Смотри, какой. Носки пришли! Вау! Какие мне Виталия купил носки. Розоньки! Черные, не серые. Все вместе, да? Я попросила либо белые, либо черные, либо серые, либо любые, если нет. Он мне разноцветные взял. Так, Настюха полезла. Дэнька за ней. Ха-ха. Кто-кто выше. Кошмар. Ну, прыгаем. Тут еще что-то начали. Ух ты, тут опасная зона. А ну-ка, Дэнька сможет? Ой, тут опасненько. Тут прям для взрослых. Аккуратно. Ну, ты их потом потерпи, полная девочка. А, полностью, да, надо пройти? Ага. По одному полностью, когда пройдет, да? Да, один человек нам пройдет. А, Денечка, иди сюда. Становись. А, здесь идут сразу, чтобы не споснулись. Ага. А, становись сюда. Сейчас Настя пройдет, потом ты. Давай, залази, потерпи чуть-чуть. Давай. Становись. И приготовься пока. Давай. Ты справишься. Это очень энергозатратно. Ха-ха-ха. А взрослым можно попробовать? Да, главное, тоже по одному. Я могу тоже. Я хочу. Я хочу попробовать, Дэнь. Только бы надо бы себя подснять как-нибудь. Будет не спешить, все получится, не спешить. Давай, Дэнька, давай. Давай. Держись. Прошел уже весь путь почти. Умничка, умничка. Держись. Пошел. На желтую теперь. На желтую не захотел. Вот так еще можно лазить по вот этим шарикам. Здесь вообще, конечно, тренировка вот этого всего дела. Прикольная штука. Я тоже попробовала. Хорошо. Офигеть, я попробовала бы вот этой штуке. У меня просто руки все. Это так тяжело, Тринзи. Тяжело? О, Дэнька полез на желтый. Вот это тебя нашли. Да. Дэнька вообще дает. Настюха пошла. Ой-ой-ой. Давай, мама, выбирайся. Давай сюда иди. Давай искать Настю. Где Настя наша потерялась? Настя. Здесь тоже вот часть игровой. Давай, лезь наверх, ищи Настю. Да. Обалдеть. Я бы, если бы здесь вот хоть чуть-чуть полазила, я бы обалдела уже минут через 10, честно. А дети тут часами. Все, Дэнька пошел искать Настю. Дэнька параллельно тут это, катается и Настя. Ну, пойдем искать. Пошли. Где Настя, пошли. Тут нет, Настя. Пойди наверх, наверх посмотри. Дэнни говорит, Дэнь, тебе не надоело уже, минут 20 тут стоим возле этой пушки. Он говорит, иди посиди. Вот здесь в углу, иди посиди. Отвали, он говорит, иди посиди. Мама, не отвали, он говорит, отойди. Мама, отойди. Давай. Все, отлично, я устала. Виталия пришел. Мы в Макдональдсе. По нас заказали. Сейчас кучу вот наш 76. 84? 74. О, круто тебе, блин, повезло. Позже нас заказ сделали, и им быстрее приготовили. Офигеть. Мы там стул такой организовали. Короче, они хотят еще потусить, а я хочу домой. Ну что, время-то, кстати, 15 минут восьмого. Я почему-то думала, что уже часов девять, если честно. Я почему-то думала, что Наташа работает до восьми, а она сегодня до шести, а в целом она до восьми вроде. Ну да, это сегодня короткий день, наверное. Ну короче, время еще рано, светло. Но мы уже с Данькой идем домой. Нагулялись, наплескались. Виталька пошел еще резвиться туда. Настя еще пошла прыгать, веселиться. Ну а мы сейчас искупаемся. После всего этого мультики спокойненько посмотрим и спать. Завтра садик. Завтра, может быть, к нам приедет Настя на вечер. Вот. Короче, домой. Я, кстати, как вышла с игровой в носках, в шлюпке, залезла. Так и иду по улице, в носках и в шлюпках. И мне пофиг. И что-то в этом есть. Какая-то своя свобода внутренняя. Мне пофиг был. Ну если бы я просто вышла из дома, конечно, носки надела и шлюпки, да, то, конечно, я бы не вышла так. Думала бы, ну что за бред. А когда-то только с детской комнаты, да, и вот так, то вообще нормально. Ну и что вы думаете? Наш мальчик с пальчиком уснул. Рот открытый. Ай, вот такие дела. Сейчас я его буду будить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok